О проекте решения Совета муниципального образования, внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования города Булакова 27 октября 2017 года номер 379 об утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования города Булакова доложит нам заместитель главы администрации Булаковского муниципального района по строительству и развитию жилищно-коммунального хозяйства Канатов Павел Степанович. Теперь, наверное, к самому актуальному вопросу по определению границ прилегающей территории, зданий и строений, сооружений, земельных участков предлагается установить в следующих размерах, которые представлены на слайде. Следует отметить, что ранее действующих в редакции правил благоустройства были уже определены границы прилегающей территории данным проектом и предлагается их изменить, провести в соответствии с законом Саратовской области от 2 октября 2023 года. В соответствии с законом Саратовской области здесь предусмотрено на отмежеванных и неотмежеванных земельных участках для многоквартирных домов применить от 0 до 10 метров. То, что касается индивидуальных и торговых помещений, здесь применительно 5 метров. Здесь вопрос касалось о том, что если условно попадут парки, скверы и остальные элементы благоустройства, которые занимается город, это однозначно будет убираться городом и обязанности для собственников многоквартирных домов и торговых павильонов или там других зданий, это применяться не будет. Дальше вопрос касался по содержанию внутриквартальных дорог. Надо понимать, что себе включает внутриквартальная дорога и надо понимать, что себе включает придомовая территория. Внутриквартальная дорога это дорога, которая идет по микрорайонам, она как была закреплена за кабинетом благоустройства, так и останется. То, что касается придомовой территории, она в соответствии с жилищным кодексом и так уже должна обслуживаться управляющими компаниями. Самая главная проблема в данном проекте заключается в том, что все-таки привести в соответствии по уборке многоквартирных домов. На сегодняшний день имеет большое замечание, когда ряд домов убираются, другие дома не убираются и тем самым-то у нас земельный участок отмежован от цоколя, поэтому мы вам ничего делать не будем. С одной стороны, как бы, да, ну не будет делать, вы все-таки обслужите свой дом, нравится жить в таких условиях, то вроде как бы больших проблем-то нет, но тем не менее, вроде хочется, чтобы в городе Балагово было чисто, приятно и уютно-то. И поэтому вот хотелось сегодняшний день, как бы, публичное слушание, услышать ваше мнение, а как дальше мы будем двигаться, как дальше будем продолжать. По идее-то создали такую схему-то, на мой взгляд, ну она как бы неплохая, но тем не менее, я думаю, что у вас, скорее всего, вознится проблема, а как это будет убирать, почему управляющие компании, почему как бы собственники, а почему не администрация. Ну, не буду говорить ничего, как бы, лишнего, но когда выходим со двора и прямо перед подъездом стоят автомобили вместо парковок, то все-таки вот элементарно можно привести какой-то наглядный вид, чтобы можно было, как бы, убраться, поставить машины, сделать освещение и спокойно жить в этом, как бы, микрорайоне, где вы проживаете. У меня фронт, и внутри трубы на детской площадке, а что там, если я отправилась, отправить, кто мне должен убираться? На мой взгляд, все-таки детская площадка, которая находится в прилегающей территории, должна убираться собственникам многоквартирных домов. Почему? Потому что, ну, кабинет благоустройства, у нас на сегодняшний день порядка 49 общественных территорий, которые занимаются общественными территориями, и порядка 1100 многоквартирных домов. Есть условно, эта обязанность ляжет на кабинет благоустройства, просто он автоматически это не сможет. Но я про справедливости могу сказать, но все-таки ведь на этой детской площадке не приезжает с 11 микрорайона к вам, а дети, именно которые проживают в этом микрорайоне. И вот следует вывод, что все-таки за детскими площадками должна убираться именно управляющая компания, которая обслуживает данный микрорайон. В этом микрорайоне содержание ремонта не заложено, а не в коем-кому образу сборка дорог. Мы сказали, что по дороге, соответственно, надо убираться. По сути, за счет средств. Каким образом я, как директор, должен довезти сейчас до председателя Совета Ремонта собственника. Основание чего это иметь? Дороги, чтобы куда сложить? Дороги, дороги, дороги. Есть дворы, где не позволяют производить отвалы. Четово с них, то есть, соответственно, я должен был вывезти. И, соответственно, здесь получается, что некоторые дворы, где дороги будут признаны, скажем так, где же по плане, там они будут выбирать за счет собственника. Там, где, соответственно, будут выбирать город, за счет тарифы будет меньше. Самое главное, каким образом собственники, как мы, управляющие компании должны зависеть на собственника, на основании чего мы будем взять тарифы. Посмотрите, вопрос как бы двуяковый. Почему? Потому что согласно, о чем мы ведем разговор, и согласно жилищного кодекса, что необходимо должна выполняться управляющая компания. Если мы возьмем минимальный перечень в соответствии с законами, то та территория, которая является придомовой, она должна обслуживаться, убираться управляющими компаниями. Поэтому на первый вопрос возникает. Условно, тот снег, который находится на вашем земельном участке, она должна убираться управляющими компаниями. Но, к большому сожалению, на сегодняшний день эту территорию убирает кабинет благоустройства или управление дорожного хозяйства. Неправильно, да? Неправильно. Ну вот, видите, тогда, Сергей Николаевич, на твой вопрос уже жители ответили. Вот собственники многоквартирных домов, они давно уже убирают свою территорию. 10 метров добавили. Сейчас у меня 5 метров. За бокос у меня за один бокос 4 тысячи с дома сняли. За что? А ведь у меня впереди садики, сбоку садики, они насчитали 1200 метров. Если мне сейчас еще 5 метров при сандале, это у меня же выйдет 8 тысяч, а у меня дома на тех обслуживание 18 тысяч. У меня денег нет на то, чтобы дома обслуживание. Вот все говорят, вот территория, территория. А вы о техях подумали, что денег-то не будет у вас. 10 тысяч меня возьмут. А одна сантехника вызвать, с меня 5 тысяч. Электрика вызывает, 5 тысяч. Если управляться частичными услугами, на самом деле, наверное, цена вопроса будет дорого. По сведениям управляющих компаний, сколько будет стоить эта работа, каждая управляющая компания говорила о разных этих стоимостях, от 15 копеек до 35 копеек. Возможно, если у вас там, ну прибавьте, какая площадь у вас, площадь на 35. Будет 4 тысячи, наверное, вы правы. Не будет, значит, в чем-то здесь какое-то лукавство. Ну, смотрите, я сейчас закончу свою мысль, потом вы мне скажете. Но ведь данная тема заключается в том, что вас никто не заставляет именно 10 метров. Данная тема заключается в том, чтобы привести все соответствие, хотя бы на расстоянии 10 метров у вашей дворовой территории была чистота и порядок. Принимать вам, не принимать, как бы, принимают это, как бы, решение за вами. Вот и все. У меня вопрос о том, что в основном написано от нуля до 10. Делайте по идее, почему у нас максимальное дело. В 12-м году руководит ССЖ не рад, город не убирал детскую площаду. Ну, еще и там собирается. Но меня интересует вопрос, который интересует всех. От нуля до 10. Почему те? Очень хороший вопрос. В данном документе указано от нуля до 10. В данном документе и указано, у кого отмежовано, у кого не отмежовано. Есть условно, мы принимаем сегодня один метр. Ну, мы сегодня принимать не будем, потому что сегодня у нас публичные слушания, поэтому слушаем ваше мнение. Но, коль задали вопрос, я вам отвечу. На неотмежованном земельном участке прибавить один метр, что-нибудь позиция поменяется? Конечно, поменяется. Конечно, поменяется. Это пешеходная дорожка, это дорога. И буквально 2 метра, где стоят со стороны. Я все поняла по поводу того, что вы хотите. Вопрос к вам, кто вот этого вообще все затеял? У нас детская площадка в аварийном состоянии. Сейчас, если вы нам пририсуете 10 метров, она входит в наше, скажем так, состояние, да? Мы должны за ней следить, демонтировать ее за свой счет. Или как, что с ней нам делать? Кто будет нести ответственность, если вдруг на этой аварийной площадке ребенок недавно получил травму? Очень хороший вопрос. То, что касается по содержанию детской площадки, мы в данном случае рассматриваем уборку. На самом деле, скорее всего, на сегодняшний день имеет место быть те детские площадки, которые ранее были построены, они не закреплены за многократными домами. Вот все элементы детской площадки находятся на сегодняшний день к комитету по его множеству. Поэтому за содержание, условно, есть и сломают, то, скорее всего, будем нести мы ответственность. Но вопрос другого характера. Вот в последнее время мы, наверное, больше снимаем, чем ставим. Потому что на эти цели в этом году, по-моему, только на ремонтную работу предусмотрено. На установку новых площадок у нас, по-моему, денег нет. Поэтому за содержанием именно элементов детских площадок будет нести администрация. А за содержанием земельных участков, естественно, будет закреплена за вами. Док увеличения территории происходит только по решению собственников этого дома. На деление двух третей. И предыдущий, как говорится, Иван Васильевич, чем раз, который, когда мы в 2017 году пытались, так сказать, делать двухустройства вот этих территорий и вводить в программу двухустройства, значит, он это четко сказал. Значит, две трети. А вы сейчас закон Санкт-Петербурга пытаетесь поставить выше, чем Кривичный Кокос. Содержащийся в проекте положение достаточно для достижения заявленной в нем цели правового регулирования. Его реализация не потребует принятия иных нормативно-правых актов для обеспечения его действия. По результатам изучения проекта, несоответствие положения правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу, не установлено. Пробелов в правовом регулировании и внутренних противоречий не выявлено. Положения, которые могли бы вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, отсутствуют. Замечаний по юридикотехническому оформлению проекта не имеется. Учитывая изложенное, прокуратура города полагает, что данный проект достаточно для того, чтобы вынести его на общественное слушание, для того, чтобы узнать мнение граждан по данному вопросу и внести соответствующие корректировки. Прокуратура считает, что все это уместно, что каждый житель нашего города будет против этого. Мало того, с 2014 года у нас началась программа по капитальным ремонтам. Хорошо, мы согласны, мы здесь живем, ладно, мы оплачиваем. Но почему я должна зачистку дороги платить? Почему бабушка, дедушка, внуки, дети должны за это платить? Я считаю, что это не отстал. Вы утверждаете, что у нас жильцов не ляжет. Все вот междворовая управляющая компания. Хорошо. Управляющая компания поднимет цену на транспорт, на обслуживание транспорта. Во сколько обойдется жителям? Это 100% в городе управляющей компанией ни у кого нет транспортных слез. Вот это вот, в Городке дворов. Их нет. Нанимать, это все ляжет, на плечи жильцов. А, кише, я не слышу даже вопрос. Этот тариф повышается. И вы хотите, чтобы жильцы приняли закон? Не ляжет на жильцов, а наложится. И очень громадо грузится. Уважаемый жильцов, предлагаю Тарисову Биговичу пока посадить. Показать на месте. Присоть на месте. Прекомендую. Совет муниципального образования принять проект. Записывайте, пожалуйста. Я предлагаю отменить проект. И больше, как у вас нет. К этим людям, которые не хотят убираться ноль метров-то, к большому сожалению, Управление дорожного хозяйства хочет за них травма. Ну давайте дальше будем жить. Ну что мешает? Да не будем принимать никакое решение-то. Но к большому сожалению, лавочка-то когда-то должна прибыться. Я же свое выступление сказал. Здесь ведь никто не заставляет. Здесь тема заключается о том, если мы двигаемся дальше, как-то влагоустраивая свою дворовую территорию, давайте двигаться. Но если не будем двигаться, останемся на том, что у нас есть. За вас кто-то должен убираться, за вас кто-то должен собраться. Наверное, все-таки это неправильно, потому что многих, я знаю, опять повторюсь, знаю всех лично, со всеми общаюсь. Есть дворы, которые приятно заезжать, смотреть и радоваться. Есть дворы, где нога человека не поступала. Выйдите с подъезда, а там бурят с моим ростом. Что, это порядок? Ну давайте дальше. Кто для того, чтобы включить по предложению администрации максимально, для МКД, у нас только вопрос один МКД, который 10 метров. Давайте, кто за? Считайте. Считайте. Уважайте друг друга, и тогда будете голосовать, подержите ручки, чтобы все посчитали. Да. Считаем. Держите ручки, считаем. За 0 метров проголосовалось кто-то человека, за 10 метров 17. За 5 метров будем голосовать? Нет.